Женщин-дирижёров, работающих в музыкальных театрах и оркестрах по всему миру, даже в нынешнее эмансипированное время, совсем немного. Американский дирижёр русского происхождения Лидия Янковская дебютирует на сцене оперного театра Чикаго с премьерой последней оперы Чайковского «Иоланта». Я стала дирижёром, потому что, когда я была ещё подростком, я уже много вела оркестры. У меня был дирижёр в молодёжном оркестре, в котором я играла на скрипке. Я провела кое-какие репетиции, и он понял, что это мне даётся, это мне легко и комфортно, и что моим коллегам нравилось со мной работать. Вопреки устоявшимся стереотипам о дирижёрах в юбке, Янковская смогла получить заветную должность в Чикагском оперном театре. Для этого ей пришлось пройти многоэтапный конкурс. Преодолев барьер гендерного неравенства, Лидия Янковская стала первой женщиной-дирижёром и художественным руководителем американского театра с многомиллионным бюджетом. Женщина-режиссёр просто прекрасна. Это отличное явление в театральной жизни Чикаго. Я не видела рекламных роликов об этом спектакле и была приятно удивлена. Дирижёр просто фантастическая. Лидия родилась в Санкт-Петербурге, в 9 лет переехала с семьёй в Америку, но всё ещё прекрасно говорит по-русски. Кроме того, она сохранила большой интерес к русской культуре. Во многом этому способствовало и то, что в США почти все её педагоги были русскими. Русский репертуар оперный потрясающий. К сожалению, в Америке его раньше мало исполняли. Главный релизон — это язык, что трудно на русском языке петь, если русского совсем не знаешь. Для того, чтобы выучить оперу, они должны не просто понимать, знать всё произношение, во-первых, но, во-вторых, понимать значение каждого слова. Публика была в восторге. Певцы, ну, я единственный русский певец здесь, в этой постановке, в основном американцы были. Они отнеслись очень тщательно к русскому языку, практически текст весь был понятен. Я рад, что мне, ну, в общем-то, это уже для меня как бы история, что я оказался в первом исполнении Иоланта в Чикаго. И вообще, я должен сказать так, что отношение к русской культуре очень хорошее в Соединённых Штатах. Мы должны сближать наши народы. Я думаю, что в этом, наверное, основная миссия людей культуры. Для молодой певицы из Московского театра оперы и балета имени Немировича Данченко, переехавшей совсем недавно из России в США, участие в чикагской постановке Иоланта стало первым выступлением на американской сцене и ценным опытом взаимодействия с американскими коллегами. Русский язык сложный, и особенно для американцев, потому что фонетика другая, и вокально немножко по-другому. К премьере мы готовы, и я чувствую вот это вот желание и интерес внутренний, потому что для американцев эта музыка совсем новая. Что мне нравится, особенно в опере, это то, что у меня есть возможность использовать языки, историю, философию, все части нашей культуры, не только учить технически. Иоланта – одна из моих любимых опер. Я уже третий раз дележу Иолантой. И это последняя опера Чайковского, это шедевр. Это моя первая русская опера, и теперь самая любимая. Было очень трудно, но маэстро замечательно и много работал со мной. Музыка буквально вошла в мою душу. Это была изумительно прекрасная музыка. Каждый раз, когда на спектакль приходит публика, незнакомая с русской оперой, и слышит музыку русских композиторов, она тут же влюбляется в нее. Я видел несколько русских опер, но никогда не видел Иоланту. Русские оперы просто сказочные, особенно это. И мне нравятся русские голоса. В русском репертуаре множество оперных произведений, которые в Америке никто ранее не слышал. Лидия Янковская считает, что пора сделать так, чтобы их услышали в Чикаго. В ближайших планах ставить русские оперы и в следующих сезонах. Роман Верховский, Екатерина Еловецкая. Настоящее время. Америка. Чикаго. Спасибо.